Обратно едьте! Обратно едьте, сейчас попадаете тут! Лошади боятся лосять? Да, они сейчас грохнутся вон без сёдива ещё, всё и задувай. Данила, на! Не особо хотят плавать одни, в шоколаде бы уже нырнул. Может не так жарко? Не хочется купаться. Лошади. Чё там? Всё, ничём нет. Их и так пополивало, как будто искупались. Особенно утром. Их и так пополивало, как будто искупались. Особенно утром. Вот надежно. Отвечуется. Их и так. Субтитры делал DimaTorzok 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 Если я подойду близко, то они могут еще ближе подойти в итоге к человеку. Не, наоборот, дальше пытаюсь держаться от всех. Но все равно, такие вещи должны рассказывать в школах людям, на центральных каналах, а не всякую дичь, что там показывают. Хотя бы вот таких глупых ситуаций не было, когда человек, не зная то, что ось самое опасное животное, подходит, пытается его накормить чем-то. Доги получают по голове копытом, бьют они копытом исключительно, не рогами, не задними ногами, а именно передними. Они становятся на задние ноги и бьют со всей дури, начинав бить передними. К сожалению, такие удары даже медведь не может пережить, что там человек. Просто, как одуванчик. И все. Даже они опасны безумно. Чтобы выговорить кусок мяса легко, без глаза оставить. Это точно. Кормить их нельзя. Диких животных вообще кормить не нужно. У них есть питание, то, что им свойственно. И человек не может их никак им дать того, что они могут сами себе добыть. Я говорю про лосей. Даже вот Брана. Выпускаю ее полетать. Сколько раз ловил людей, которые кидают их колбасу, хлеб. При этом сейчас такое время, такой мир, у каждого есть телефон. У каждого есть интернет. Прежде чем куда-то сходить. Они же все гуглят. Но за других никто ничего не переживает. Сколько мы денег тратим, да? На их кечение? За пипец. Потом вот так смотришь, как кто-то кидает хлеб ей покушать. Ну, как можно? Конечно, ругаться будешь. У тебя терпение иногда лопается. Или шашлыки кидают. Сначала начинают сами кидать, а потом жалуются, что вот она у нас еду отбирает. Как сами приучают. Ну, а зачем вы кидали еду изначально? Зачем вы позволяли? Вы сами творите, не пойми что. А потом обижаются, когда им начинаешь отчитывать, либо рассказывать про какой-то бред. Сам же видел, когда человеку нечего сказать в ответ, они начинают за тон. Они начинают докапываться до твоего тона. Ну, то, что ты там тон. Нахамил тебя хамством. Твои факты начинают называть. Зато они могут хамить. Мне один раз, когда Брану кормила женщина, я попросил ее перестать это делать. Хлебом. И рядом с ней ребенок сидит. Она мне говорит, слышь, ты обслуга. Иди дальше гуляй. И все, мне плохо прям аж стало. Я смотрю на нее, какая обслуга, и у кого я обслуживаю. Я не пойму. Зачем ты кормишь моего животного? Она меня дебилом назвала. В итоге ее спасло. Понятно, что я бы ее не тронул. Ее уши спасло, то, что был с ней ребенок. А так я с ней точно так же бы разговаривал, как она со мной. Еле сдержался, ушел. Она еще наставила отзыв обо мне на сайте канаковских конюшен, хотя я никакого отношения не имею. Потому что, типа, неадекватный с бородой ходит и кричит. Неадекватный с бородой подошел, попросил, просто чтобы перестали кормить его животное. Она прямо при мне берет, продолжает кидать хлеб и говорит, это дикое животное, я хочу, что хочу, то и делаю. Ты обслуга, иди гуляй. Она еще снимала на камеру, как она меня обзывает. Я говорю, ты, надеюсь, хоть выложишь это в интернет? Вот, я говорю, смеху будет. Она снимает, вот так, как ты меня сейчас снимаешь. И обзывает, представляешь, при этом. Она думала, что она сейчас начнет меня по жести обзывать, там, матом. И я не выдержу, и в камеру тоже что-нибудь ляпну. Эх, блин.